А в детской поликлинике Озерска после обрушения стены проведут экспертизу всего здания. Специалистам предстоит выяснить, виноваты ли в ЧП строителям, которые проводили в здании ремонт. Ситуацию взял под контроль депутат Госдумы Владимир Бурматов. Поликлиника относится к федеральной структуре медико-биологическому агентству, а не к муниципалитету. Это ограничивает администрацию города в полномочиях. За помощью к Владимиру Бурматову обратились озерские депутаты. Ремонт в медучреждении идет по программе «Бережливая поликлиника». И есть информация, что стена обрушилась из-за просчетов в строительстве и несоблюдения норм безопасности при выполнении строительных работ. Народные избранники хотят выяснить, кто выполнял реконструкцию, а также есть ли у этой организации разрешение. Ведь под угрозу были поставлены жизни людей. Город должен иметь нормально, полноценно функционирующую поликлинику. Это значит не просто отштукатуренные стены, а это значит гарантии того, что в следующий раз вот эти пять плит перекрытия, не дай бог, не свалятся кому-нибудь на голову. Рабочему или посетителю или сотруднику этой поликлиники. Значит люди должны иметь гарантии безопасности. Оценить состояние здания также нужно, чтобы понять, потребуются ли на ремонт дополнительные деньги или хватит тех, что были изначально заложены в реконструкцию. Напомню, 21 сентября в детской поликлинике Озерска обрушилась стена и потолочные перекрытия. В момент ЧП пациентов не было. На всякий случай место обрушения оцепили. В медсанчасти пояснили, что никакого обрушения не было. Стены демонтировали строители из-за угрозы самопроизвольного обрушения потолка в справочной.